Сейчас, когда был в Мекке, встречался с нашим братом, Расул Хазар тоже его знает, шейх Юсуф Аль-Бахуф. Он советник, главный имама двух мечетей Аль-Харама, шейха Абдурахмана Судейси. Также он является, этот шейх Юсуф является муфтием мечети Аль-Харам, профессором университета Умм-Аль-Кура, завкафедры Кур'ана и Сунны. Как раз он, мы когда приехали в Мекку, в этот день из Медины, он пришел, говорит, я заеду к вам в гостиницу, поздороваемся, обнимемся, там мы с другим шейхом, шейх Халиб Ассалямом встретились, которые из Индонезии. И он говорит, я завтра улетаю на конференцию в Судан. Я как представляю Саудовскую Аравию. Я говорю, что за тема шейх? И мы, говорит, так с учеными сидели и задумывались. То есть на сегодняшний день, и Аллах Суфаталя в Коране говорит, «Захара аль-фасаду в бахар». То есть фасад, нечесть распространилась на земле, на суше, также на воде. То есть имеется в виду, что воины идут некие, не знают, за что кровопролитие, за что люди друг друга убивают. То есть фасад, нечесть, грязь, грехи распространились, оно распространяется. И, к сожалению, мусульмане, они тоже небезгрешны. Поэтому, пророк Мухаммад, саллаху, каждый из детей Адама, из людей ошибается, но из них самый лучший, это тот, кто просит у Аллаха покаяние, просит у Всевышнего Аллаха, субхану Таля, прощение. И каждый день человек совершает грехи. Этого не избежать. Мухаммад, однако, аль-хамду-Лля, мы с вами больших грехов не совершаем, аль-хамду-Лля, и не получаем наслаждения в сердце, в душе от греховного, аль-хамду-Лля, как в детстве, так и на сегодняшний день. Помил саллах, защитим нас всех от этого, иншаллах. Однако, бывает, что человек совершает тот или иной грех. И что ему может остановить его? Совершить грех. Поэтому мы, когда сидели, думали, самое что из великих деяний, которого человек останавливает грешить, это таазиму Аллаху, возвеличенное Всевышнего Аллаха. Если человек возвеличивает Творца, Создателя своим сердцем, тем самым деяние подчиняется его сердцу.